Привет! Как дела? Сегодня я начинаю рассказ про наше с подругой путешествие в феврале 2018 года, когда мы ездили на северо-запад Англии и даже немножечко заехали в Шотландию. Итак, мы ехали изначально в Ланкастер, потом еще выше в Карлай, еще выше в Дамфрис, вернулись на Стоконтренд и опять уехали в Лондон. И сегодня мой рассказ о нашем первом городе Ланкастер. Прямых путей до Ланкастера на автобусе не было, мы естественно выбираем самый дешевый маршрут, может быть поездом и можно доехать, но это будет там 120 фунтов, что-то типа того. Мы же ехали, я не помню за какую сумму, но не дороже 20 фунтов до Престона. Сели мы в ночь, опять же таки, как обычно, потому что ехать туда часов 6 и доехали до Престона, потому что автобус до Ланкастера не шел. Это был или Мегабас, или Нэшнэл Экспресс, я уже сейчас не помню. Мы вышли в Престоне в 6 часов утра и так как было очень холодно и как бы мы только проснулись, и надо было привести себя в порядок. На вокзале мы нашли туалет, который был очень теплым, и оттуда мы не выходили полчаса, потому что нам там чистили зубы, расчесывались, что-то как-то приводили лицо в порядок и грелись около батареи, вот прям реально стояли, грелись в феврале, очень холодная температура воздуха, но с погодой нам в принципе повезло, на всю поездку было солнечно, выезжали мы в снег, а приехали, было достаточно светло и даже в какие-то дни было солнечно. В районе 7 часов утра мы сели уже на поезд, который шел до Ланкастера всего 15 минут, и рано утром мы уже были в городе Ланкастер. Так как в Ланкастере у нас не было отеля, мы дальше вечером поехали в Карлайс и уже там переночевали, нам пришлось ходить с нашими вещами по всему городу, путешествовать, подруга была даже с чемоданчиком с небольшим, а я с рюкзаком на спине, как обычно я всегда с рюкзаком езжу во все путешествия. Ланкастер это главный город в графстве Ланкашир, который находится на берегу реки Льюн, который впадает в Ирландское море, совсем недалеко, 11 километров было до Ирландского моря, но мы уж туда не поехали, остались в Ланкастере и ходили, разведывали, что там есть и куда нам сходить и что посмотреть, и об этом сегодняшний ролик. Первым делом мы, конечно же, недалеко от станции нашли Ланкастер Кассел, то есть замок ланкастерский, что удивительно, перед воротами в ланкастерский замок расцвели крокусы, но также недавно выпал снег, видимо ночью прошел снег и крокусы лежали под снегом, и я увидела такой момент и засняла. Снег в Лондоне это редкость, а в Великобритании, особенно в северной ее части, снег, в принципе, в зимний сезон это нормальное явление, но для нас это было как чудо, тем более покрывшие такие красивые яркие цветы. Зашли мы в Ланкастерский замок, в сам замок вход плавный, но во двор можно зайти, посмотреть, и также нам удалось попасть в тюремные камеры, посмотреть, как они выглядели изнутри, потому что Ланкастерский замок, после того, как он был резиденцией многих королей, в 19 веке приобрел другой статус, он был городской тюрьмой. И вот там на стенах написано, каким было содержание заключенным, какая у них была диета, что они носили, чем увлекались, чем развлекались, где работали и так далее и тому подобное. Мне удалось немного заснять, но вот что есть, вам показываю. Рядом с Ланкастерским замком находится церковь, откуда можно увидеть такой потрясающий вид на горы, наверное, это уже шотландские горы, тоже все покрытые снегом, но вообще очень великолепный такой вид открылся, я даже засняла это. После чего мы пошли в центр города, дошли до таун-холла, там уже расцвели подснежники, тоже поснимала, и снег был, и подснежники. В общем, этот город запомнился мне весенними цветами и снегом, переливающимся на солнце. Рядом с таун-холлом стоит памятник королеве Виктории, такая статуя, достойная своего монарха. И после таун-холла внутрь мы не попали, рядом там был парчок такой, который был посвящен мировой войне, где стоял обелиск солдатам, погибшим в мировых войнах. И после этого мы поплелись наверх на гору, в парк Вильямсона, где стоит мемориал Аштона. Это такое с огромным куполом здание, откуда открывается, как на ладони, весь вид на город, и внутрь можно зайти и походить по его балкончикам, где-то открыто, где-то закрыто, а также картинная галерея. В общем, можно подняться и посмотреть шикарные виды. Также там находится оранжерея, в ней была выставка бабочек для детей. Ну, мы так походили вокруг, посмотрели, поснимали, сами пофотографировались, и пошли уже обратно вниз в город, зашли в музей, который был на реставрации, внешние здания я не могу вам показать, но внутри посмотрели, как жили люди в Ланкастере в различные годы, как они гладили, что они ели, чем занимались. И затем мы вышли уже на берег реки Ильюн, где увидели такой современный мост, очень красивый вид, закат уже был в городе. Дошли до Мэритайм-музея, до военно-морского музея, но там он уже был закрыт, к сожалению, и мы не попали в него. После чего в 7 часов мы уже сели в поезд и поехали в город Карлайз. Это городство Камбрия, Кумбрия, где мы провели две ночи в отеле. За отель мы заплатили 42 фунта за ночь, за двоих. В принципе, приличный отель. Вот так вот он выглядел, там был и чайничек. Мы что-то прикупили в магазине и попили чаю, легли спать. На следующий день у нас был город Карлайз. О нем я расскажу в следующем ролике. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok